Я бы хотел сразу представиться. Меня зовут Саша. Если вдруг кто не знает, сегодня тема нашей лекции обработка фотографий в стиле fine art. И мой первый вопрос к вам сразу. Кто из вас фотограф? Поднимите лапки вверх. Ага. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не, ну, любой фотограф. Предположим, хорошо. А кто сам обрабатывает себе фотографии? А остальные люди пришли, потому что... Это интересно. Ага, окей. Ну, я с радостью поделюсь всем, что знаю, и расскажу все, что могу, если только ничего не сломаю. Шевелит мотив сегодняшнего дня. Хорошо. Из тех шестерых человек, которые фотографы, кто из вас свадебный фотограф? Лекция для четверых. Класс. Ну, тогда остальным я предлагаю получать максимальное количество удовольствия, чтобы достичь этого. Неплохо бы, наверное, задавать вопросы на тему того, что вам непонятно. Я сейчас даже немножко в смущении. Из тех, кто поднимал руки, кто снимает больше года? Фотографу было шесть, а больше года снимает человек двадцать. Это как? Хорошо. Ну, то есть, я попробую задать некий, наверное, не очень сложный, не очень высокий темп повествования. Если вдруг вам захочется усложнить или что-то, наоборот, упростить, уточнить, лапку вверх, вопрос, соответственно, ретранслируйте мне, желательно громко, потому что, чтобы я услышал, потом повторил его для записи вон на ту прекрасную камеру, ну и, соответственно, все остальные тоже его услышали. Договорились? Класс! План сегодняшнего занятия у нас такой. Мы сначала посмотрим презентацию. Коль скоро Apple попросила подготовить презентацию, хотя тут будет только практика, и основная ценность скорее в этом, нежели в слайдах. Потом мы пообрабатываем в Lightroom, у нас с Alliloy запустился MacBook, все хорошо. Потом мы проделаем все то же самое на iPad, в Lightroom мобильном, а потом откроем еще виска и еще в виска что-нибудь покрутим. Вот такой вот драфтовый план, это все может меняться в зависимости от ваших интересов. Если вдруг вы захотите что-то добавить или что-то убрать, смело предлагайте свои идеи. Я думаю, коль скоро у нас интерактивные два часа, мы можем позволить все что угодно. и закончить пораньше, и задержаться, если вдруг вам захочется. Окей? Договорились? Класс! Тогда... Сейчас я открою презентацию. Сейчас как раз 6 часов наступило, благополучно. Куда нажать? Какое заклинание произнести, чтобы здесь тоже что-то появилось? Ага, я понял, они не дублированы, а просто расшарены. Пока, опять же, тут всякие технические штуки. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Мне безумно интересно, как преподавателю получить некий фидбэк. Что бы вы хотели услышать? Какую мысль или набор действий вы хотели бы увидеть от меня? Если у вас есть какое-то пожелание, может быть, сразу. Давайте. Побольше практических советов. Побольше практических советов. Хорошо, я думаю, что это максимально исполнимое желание, коль скоро лекция из этого и будет состоять. Единственный затык в этом, что нужно эти практические советы как-то в голову себе заложить или записывать, я не знаю, да? Но это легко. Что-нибудь еще? Ну, возможно, просто на мой взгляд, вот эта вот обработка, она зачастую передает фотографии какой-то иной смысл, может, то есть, там, передать. Вот интересно было бы понять, какие-то лакаря, но с фотографией, то есть, что, как из нее вытащить, возможно, там чуть больше. Это такой сейчас философский вопрос был о том, как обработка меняет смысл фотографии. Я просто не совсем понимаю, что это файн-арт. Окей, давайте тогда мы с этого и начнем. Даже кликер есть. Класс, очень круто. Супер. Коль скоро нужно объяснить, что такое файн-арт. Файн-арт — это направление в свадебной, ну, не только в свадебной фотографии, которая зародилась где-то в 70-х, если я ничего не путаю, в Штатах. И предпочтительно, в подавляющем большинстве, представляет из себя довольно светлые, воздушные картинки разной степени раздетости женщин, но почему-то это называют свадебной фотографией. Платья на них настолько легкие, что иногда, в общем, там, где-то между бодуаром и этой свадебной фотографией очень тонкая грань, как раз толщиной свадебной платьи. Соответственно, обработка в стиле файн-арт — это, на самом деле, имитация пленки, потому что в 70-е годы, как вы понимаете, это, ну, исключительно пленочная фотография от другой тогда не существовала. В последствии, ну, с приходом цифровой она стала и цифровой в том числе, но с определенными канонами по съемке, по композиции и так далее. Но, соответственно, сейчас мы будем стараться копировать полный набор, не только съемку, но и весь визуальный ряд, цвета, общее настроение, контраст, воздушность, называйте как хотите. Перед тем, как мы перейдем к файн-арту в частности, я пару слов, ну, коль скоро Apple все-таки попросила вот на этом прекрасном фоне сделать презентацию с цветочками. Вопрос о том, что же такое пленка вообще. Вопрос заключается в следующем. А пленка — это красиво? Давайте попробуем подобрать эпитет к пленочной фотографии. Кто готов, кричите просто, или лапу вверх и кричите? Винтаж. Винтаж, окей. Ламповость. Ламповость, хорошо. Что-нибудь более художественное? Ламповость как-то очень современно, знаете? Уют. Ну, то есть смотришь на пленочную фотографию и думаешь, прям уютно. Стоишь на улице под дождем, прям... Все хорошо. Атмосфера. Атмосфера, хорошо. Что-нибудь еще? Тепло. Так, ладно, ламповость, тепло, атмосфера, уют. Может быть, пледы раздать? Средиземный зал. Хорошо, что-нибудь еще? Ребята, с дальних рядов, давайте принимайте участие. Предсказуемость. Непредсказуемость. Это верно, лишь отчасти. Но засчитывается? Хрупкость. Хрупкость? Да, то, что ты ничего не можешь изменить. В фотошопе добавишь что-то, как-то у тебя все это сейчас есть на руках, и потом что-то... Окей, хорошо. Что, некая фатальность происходящего. А метафору именно к картинке, вот к готовому продукту. Вот у вас есть фотография, вы смотрите на нее. Как можно характеризовать пленочную фотографию? Попытайтесь вспомнить этот образ в голове. Историчный контекст. Историчный контекст. Это интересно. Мгновение. Хорошо? Историчный контекст. Окей, окей. Вот мы собрали некое такое общественное мнение в рамках среза. Нас здесь, не знаю, может, человек 30, да? Естественно, у меня тоже есть какое-то свое мнение и понимание, но этого мало для того, чтобы попытаться воссоздать нечто пленочное. Потому что где-то, наверное, полгодика назад я задался целью максимально, естественно, максимально полностью повторить пленочную обработку, естественно, на основе цифровых фотографий. Начал сначала собирать фидбэк от всех людей, которые есть. Я, как вы знаете, я сооснователь и один из преподавателей на портале Amlab.me. Соответственно, я пошел... И сам на пленку я не снимаю, да, в общем, вряд ли у меня хорошо получится. Я пошел к человеку, который очень давно этим занимается, и съел собаку, к Сереже Сараханову. Спросил у него, что он думает по поводу того, как же он может назвать пленочную фотографию, какой эпитет может подобрать. Сережа Сараханов сказал бархатистый и дышащий, а что в целом близко к тому, что здесь звучало, да? Согласны? Потом я подумал, ну, классно. Я пошел к Полине Твердой, ты тоже один из преподавателей нашего портала и моя хорошая знакомая. Она сказала, живая, что, опять же, коррелирует с тем, что здесь было произнесено. Я подумал, ну, окей, два человека плюс мое мнение неплохо. Потом я сделал рассылку по нашей 10-тысячной базе учеников, получил просто какую-то волну фидбэка. Самое интересное, в этом фидбэке, ну, вот я задал им такой же вопрос, как и у вас, чтобы получить максимально объективный ответ. Никто не сказал, что пленка это плохо. Ни один человек. Ну, то есть, там были сотни писем. Я три дня разгребал почту. Но вы все ведь представляете, что технически пленка, ну, так себе инструмент. Она может быть легко засвечена, она неконтролируемая, она может быть легко испорчена, порвана, в конце концов запорота на проявки. Ты этот процесс даже, может быть, никак не можешь повлиять. Я неоднократно видел, как мои знакомые приходили со слезами на глазах, когда из проявочной им отдают пленку, она испорчена. Говорят, ну, вы там что-то сами испортили, а там прям отпечатки пальцев поверх принтов. И пленку явно запороли во время проявки. При этом, вот при всей этой нестабильности пленки, люди считают ее неким позитивным элементом. Ну, то есть, они описывают ее как позитивный контент. Окей, подумал я, это никак не повлияло на визуальный ряд, который должен собраться в голове, но общее понимание того, что пленка это нечто хорошее, у меня осталось. И здесь важно понимать вот что. Почему каждый считает, что пленка это хорошо? Каждый представляет какую-то свою пленку. Ну, то есть, она же не одна, это нету, мы же не в 1800-х, 1900-х годах, когда там только дегеротипы и все, здравствуйте. Грубо говоря, портра от Fuji отличается тем, что они дают разный цвет, они дают разную фактуру, и снимать нужно с разными условиями для того, чтобы получить свой некий финальный продукт. Это, ну, практически как обработка. И каждый представляет себе ту пленку, которая ему понравилась, соответственно, выведет позитивный результат. Поэтому я понял, что создать одну, ну, некий один пресет или один подход практически невозможно. Поэтому я устремился в сторону того, что же есть пленка с точки зрения визуального, с точки зрения передачи визуальной картинки. Хотя не уверен, бывают и картинки не визуальные, но суть, вы поняли. И посмотрел на артефакты, которые выдает пленка. Они вам наверняка известны. Кто может назвать основные особенности пленки с точки зрения визуала? Вот опуская все эти красивые метафоры. Шум, окей, давайте назовем его ламповым словом «зерно», чтобы, ну, как бы сразу стать профессиональнее. Что еще? Засветки. Ну, берешь просто плохой объектив, одеваешь на любую камеру, будут засветки. Пленка к этому никакого отношения не имеет, столько это не засветки перед проявкой. Поднятая точка черного. Это хорошая мысль. Она действительно визуально почему-то ассоциируется у людей, пленка ассоциируется с отсутствием полного контраста. Здесь, чтобы не вдаваться в жутко технические подробности, я рекомендую просчитать книжку Дэна Маргулиса «При пресс-ресурсы 90-лохматых годов», где он рассказывает о том, как он свято ненавидит пленку и как нужно правильно ее исправлять, чтобы получались нормальные картинки. Как раз избавляться от отсутствующих точек черного и так далее. Если вам интересно, я подробнее потом расскажу. Возникает вопрос, как же выглядит в итоге Fine Art, если мы берем вот эту зернистость и, ну, предположим, мы подняли точку черного. Может быть, кто-то еще может предположить, что еще здесь есть? Потому что если вы можете, то давайте сразу, пока не началось. Неправильный цвет. Неправильный цвет. Здесь вопрос семантики слова «неправильный», потому что если мы останемся в сферическом вакууме, в котором останется только, не знаю, Contact 645 с какой-то пленкой, ну, это будет единственный возможный цвет, и, соответственно, он будет, ну, правильным, наверное, нельзя сказать, да, но неким, некой отправной точкой. Поэтому, да, цвет немножко не похож на то, что мы видим глазами, и в этом, собственно, есть прелесть. Давайте посмотрим на Fine Art фотографов. Я вам подготовил трех человек, которые, на мой взгляд, имеют смысл видеть, знать, любить и так далее. Один, одна русская, один мексиканский и еще одна белорусская. Начнем с Тамары Гигалы. С Тамарой мы на днях записывали интервью на сайт. Если вам интересно узнать подробнее про нее, про то, как и что она снимает, на YouTube-канале Amlab.me и на сайте, собственно, это есть в открытом доступе. Смотрите. Ну, задача какая? Зачем я картинки вам показываю? Чтобы вы посмотрели и попытались проанализировать, что же в этих картинках особенного. Я обращаю внимание, что они практически все светлые, ну, может быть, за исключением вот этой. Красиво. Красиво? Очень красиво. А, ну, воздушные. Воздушные, хорошо. Вы можете смотреть картинки и, соответственно, выливать какие-то еще эпитеты, которые вам в голову приходят, глядя вот на это. Это уже Хосе Вия. Это мексиканский фотограф. Он считается прародителем современного направления файн-арт фотографии. Естественно, это все задолго до него началось, да, но вот он один из столпов на данный момент. Как бы все неплохо и похоже на то, что снимает Тамара, хотя, наверное, у Тамары похоже на Хосе, но суть ясна, да? Это не то, чтобы сильное разнообразие в визуальном ряду. Ну, вот это вот странная свадебная фотография, но, насколько я понимаю, это какой-то журнал-эдиториал шел именно по платьям. Раз, два и, в общем, конец. Давайте я какую-нибудь картинку открою. Что-нибудь еще помимо воздушного и зернистого у вас в голову пришло? Пастельные тона. Пастельные тона. Отсутствие ярко-насыщенных цветов и большого контраста. Однако, вот эта картинка достаточно контраста и в целом насыщена. Согласитесь? Ну, окей, это скорее исключение. Так вот, может кто-то еще предположит что-нибудь? Я все жду правильного ответа. Нежное, мягкое, воздушное. Русский язык. Давай. Вы сможете. Небольшое разнообразие цветов. Связано ли это как-то с тем, на что это снимали? Большое ли разнообразие цветов будет в картинке, где есть зеленый цвет, не знаю чего это, какой-то сухой растительности, и ребята в белом? Возможно, цвета действительно пастельные, однако здесь тонкий нюанс. Обращаю ваше внимание на то, что... Есть ли на сусе цвета? Возможно, особенно вот в таких светлых картинках. Обратите внимание, что они все в высоком ключе. Они все очень-очень-очень феерически светлые. Светлее этого уже только белый лист. Ну, серьезно. Может быть, только волосы у всех черные. Однако, обращая ваше внимание на такой тонкий момент, мы в конце, вероятно, к этому еще вернемся. Если бы я решил такой классно, буду фэшн... Ой, фэшн, господи, какой фэшн. Файн-арт фотографом, пойду пофоткую кого-нибудь, возьму мальчика и девочку, одену их во что-нибудь повседневное, ну, вот так, например. Отведу вот в такое красивое место, но, предположим, не на закате или не на рассвете, чтобы солнце лупило прям сверху красиво. Получится у меня такая картинка при обработке или нет? Так вот, мысль, которую пытаюсь заложить, и, может быть, одновременно еще и съехать с темы, заключается в том, что очень много, феерически много зависит от стайлинга самой съемки. Заметьте, что они все практически одинаковые. Одинаково бледно-пастельное, ну, выразительное, но не контрастное, не пестрое платье, жених в нечто классическом, и все. Макияж максимально натуральный, нету ни смоки, ни гигантских стрелок, ничего нет. Видно? Они все естественные. Согласны, что это слово подходит для того, что мы видим? Уверяю вас, чтобы сделать такой макияж, такую прическу, нужно тысяч десять вложить в визажиста и парикмахера, чтобы получилось вот естественно. Это не то, чтобы очень естественно, что мы видим как бы по утрам, если кто-то просыпается с любимой в кровати. Ну, есть редкие исключения, но тем не менее. Это же записывают, да? Зря я так. Но нету ярко выражительного мейкапа, нету никаких контрастов на лице. Соответственно, если вдруг мы берем фотку, на которой все это есть, ничего мы с этим не сделаем. Если у невесты большое, красное или белое, такой, знаете, с корсетом платья, такой макияж, ну, чтобы, ну, свадьба же, да, чтобы ярко было. Жених вот в такой красной бабочке или в фиолетовых ботинках. Нет. Не получится из этого файн-арта. И ошибка даже не в том, что обработчик не смог, а в том, что, ну, там какие-то другие, более фундаментальные вещи были сделаны. Здесь маленький дисклеймер. Естественно, это некий срез файн-арт фотографии. Она постоянно эволюционирует, постоянно меняется. Я вам показал то, к чему мы будем стремиться, потому что у меня все примеры такие подобраны. Хотя есть огромное количество и контрастных, и темных, и недоэкспонированных картинок. Как вы могли заметить, что все представленные, большинство из них переэкспонированы очень сильно. Белый выбит к чертям. Соответственно, вот там есть строчка снизу, но проект, к сожалению, не позволяет ее детально показать. А там написано, да, в общем, выбитый к чертям задник. Это некое определение файн-арта на данный момент. Чтобы зелененькое было и светленькое. Соответственно, я думаю, что действительно пора. Хватит тратить время на презентацию, 15 минут, класс. Если у вас появятся вопросы, то ради бога. А теперь мне нужно как-то перетащить туда Lightroom. В какую сторону его тащить? Ага, а как бы мне его тоже видеть? А то как-то грустно. Супер. А кто-нибудь дружит с Маком больше, чем я, чтобы продублировать вот это дело? Поможете? Чувствую себя беспомощно в такой ситуации. Идеально. Спасибо вам большое. В практике очень хочется разобрать несколько тем. Первое, с чего мне хочется начать, это с некого предположения о том, что такое богатство цвета. Как видите, у меня подготовлено целых 6 картинок, и они все не файн-арт. Классно, да, лекция получается? Вот такие картинки. Это все изображения, предоставленные для одного из курсов, которые я записывал. Пять из шести, если я ничего не путаю, предоставленные Арсением Прусаковым, одним вашим московским фотографом, и Александра Бодрова, вот это вот сверху слева. Спасибо им большое за то, что они поделились фотографиями, потому что я свадьбы совсем не снимаю, а обрабатывать за милую душу. Так вот, кто сталкивался с такой проблемой, что в Lightroom цвет при импорте становится немножко жухлым и неконтрастным сразу? То есть ты импортируешь, он такой вроде приятный, и проходит мгновение, ты моргаешь, и все очень плохо становится сразу после этого. Сейчас будет небольшая, но панацея. Это то, как должно быть сделано. Это классическая болячка... Спасибо, дорогой, что учишь меня, как пользоваться Lightroom. Болячка Lightroom, которая продолжалась, наверное, версии до третьей, если не до четвертой. И так потом они подумали, а, мы же делаем приложение для фотографов, давайте-ка сделаем нормальный цвет. Для того, чтобы разобраться с нормальным цветом, я поставлю себе некую цель, чтобы, ну, опять же, не просто идти к чему-то непонятному, а для того, чтобы получить некое нормальное понимание того, что я хочу сделать. Сейчас, во-первых, мне хочется вернуть тот цвет, который был изначально, для того, чтобы это сделать. Это, собственно, прием номер один. Когда вы импортируете фотографии, вам нужен раздел Camera Calibration. Вот какая большая мышка? Вот здесь вот он, снизу справа. Для того, чтобы вернуть цвет, который ваша камера смогла на себя получить, при условии, что вы снимаете, безусловно, в RAW. Например, если вы снимаете в JPEG, вы сразу видите нормальную картинку здесь. Потом только испытываете проблемы при обработке. Вам нужно разобраться с тем, на какой профиль вы снимали в камере. Кто-то снимает в ЧБ в камеру и в RAW, чтобы не отвлекаться на цвет. Кто-то снимает с каким-то цветным профилем, контрастным или неконтрастным, это не важно. Потому что при импорте сюда все картинки, вот сюда, все картинки снова становятся унылыми. Вам нужно взять камеру в руки и посмотреть, какой же профиль там стоял, чтобы максимально приблизить то, что вы видите на экранчике, и то, что вы видите здесь. Идентично не получится никогда, потому что черт знает, как калибруют эти экранчики на фотоаппаратах. Ну, как бы ни один здравомыслящий фотограф, который занимается серьезными вещами, на них и не ориентируется, потому что на таком экранчике все красиво, всегда классно, суперидеально, хоть отдавать печать, но там ряд проблем потом возникает. Соответственно, как только вы взяли фотоаппарат, посмотрели, в какой профиль вы снимаете, я надеюсь, все понимают, что это и где это. Профиль камеры. Всякий там портретный, пейзажный, стандартный, нестандартный, черно-белый и так далее. В разделе камера калибрейшн здесь такая же история есть, и в зависимости от того, какая у вас камера, Canon, Nikon, Sony, что бы там ни было, здесь будет набор профилей, которые начинаются с слова камера. Ну, или слово камера будет присутствовать. Вот, Canon начинается с слова камера, Nikon кажется, там камера где-то посередине, но суть в том, что камера там присутствует. Так вот, давайте мы, наверное, сделаем... Ага, у меня уже сделано. Это нечестно. Так вот, я попробую поставить что-нибудь, что покажет мне максимальный контраст. В данном случае, ну, не максимальный контраст, давайте максимальный. Я сейчас выбрал... Это черт с ним. Камера стандарт. Возникает вопрос, а в чем же разница и зачем я это сделал? Сейчас разница не будет невероятно заметной, поэтому я сейчас ее немножко утрирую, буду я делать это вот здесь же в каналах. Мне нужно получить некую чуть большую насыщенность изображения относительно того, что я видел. Я просто чуть-чуть насыщу все каналы. Чуть-чуть, опять же, минимально. Давайте посмотрим до и после. Я приближусь куда-нибудь и покажу вам. У вас достаточно даже правильная картинка относительно того, что получается. Давайте кой на листву. Даже если я сброшу всю насыщенность, можно заметить... На маленькой картинке сложно, но можно заметить. Давайте приблизимся чуть-чуть, скажем, один к трём. То, что изменилось само количество цветов. Давайте я гляну, видно ли у вас. Должно быть видно. Если мы посмотрим на зеленый здесь, то он достаточно одноцветен. То есть, что я имею в виду? Он такой холодный, не контрастный, не насыщенный зеленый. Я могу, наверное, понажимать вот так, чтобы было видно. Если мы, соответственно, применяем нормальный профиль, то количество разных оттенков зеленого увеличивается в картинке. Даже тот же куст становится холодным и менее насыщенным, и более темным вот здесь, и, скажем, более теплым вот здесь. Вы это видите? Ребят, да? Хотя бы иногда кивайте, а то... Всякое бывает. Соответственно, если я это немножко утрирую, опять же, совсем чуть-чуть, то это будет еще более заметная история. Сейчас... Красный лучше не крутить, он обычно все портит. Сейчас его должно бросаться еще чуть больше в глаза. Обратите внимание... Ну, красный действительно бросается, но хочу обратить ваше внимание, например, вот на этот синий. Давайте посмотрим вместе. Видите, вот сейчас он одноцветный. А сейчас он стал в тенях более темным и фиолетовым, а в цветах более зеленоватым и голубоватым. Нужно так приглядеться. Видно? Да? Окей. У меня нет здесь color chart, который показал бы нам просто растяжку всех цветов, поэтому на практическом примере я показываю. Соответственно, ваша вся последующая работа с цветом, в каком бы разделе вы ни обрабатывали, куда бы вы ни полезли, она должна основываться, то есть вот некий первый шаг работы, грамотная работа с цветом, должен начинаться вот с этого. Если только у вас нет какой-то обратной цели, которая мне пока непонятна, но тем не менее. Так вот, давайте попробуем все это дело синхронизировать, хотя только вот так нужно. Если, опять же, какой-то вопрос вдруг у вас останется, я что-то сделал непонятное, а вы ничего не поняли? Типа, Саша, я ничего не понял. Давайте посмотрим здесь. Здесь, соответственно, примерно такая же история, при этом, заметьте, я не очень сильно насветил все каналы, давайте я еще раз сброшу, продемонстрирую это еще раз, и мы, наверное, этим закончим, просто туда-сюда гонять их. Но должно быть видно, что и рука становится более человеческого цвета, и с лицами получается более интересный цвет, особенно в горах, вот здесь, где огромное количество разных оранжевых и желтых оттенков становится более симпатичным. Ребята, это видно? Да? Окей, класс. Здесь для честности эксперимента, чтобы я не просто голосовно был, нужно бы на самом деле это выключить, скопировать настройки и просто попробовать сделать то же самое с помощью бегунка насыщенности, вот здесь вот saturation или vibrance, чтобы сэкономить ваше время, не получается. На ютубе есть архиподробный урок минут, наверное, на 25, где я делаю все то же самое, чуть ли не с этими же фотографиями, показываю, в чем разница. Поэтому я сразу перейду к следующему шагу, надеюсь на то, что вы поверите мне на слово. Следующее, что нужно сделать, если мы говорим о пленочной фотографии, и вы здесь говорили, что это некие пастельные тона, ненасыщенные цвета, и вот это все такое, соответственно, нужно попробовать получить некие мягкие цвета. Но мягкие цвета можно получить вот таким образом, просто уменьшив насыщенность. Ну, то есть, потенциально мы сохраняем тоже многообразие цветов, но уменьшаем их количество. Ну, не количество, а интенсивность, абсолютно верно. Соответственно, нам нужно не совсем это. Я бы, опять же, сделал это с помощью каналов, не очень глубоко вдаваясь в некую теорию, нафига это нужно. Я сделаю следующее. Красный канал, как правило, отвечает за красные цвета, зеленый за зеленый, синий за синий, но они сильно перемешиваются, потому что, опять же, чтобы не вдаваться в глубокую теорию, для того, чтобы смягчить кожные цвета, при этом примерно оставить ту же насыщенность, которая была, нам нужно сделать некие шаманские танцы. Для этого я уменьшаю насыщенность красного канала где-то от души на 30, наверное, 30-40%. Противовес этому я повышаю насыщенность синего канала. И вот сейчас, как бы, кажется, ничего же не изменилось, нафига он покрутил до бегунка и вернулся к тому же. Все в том же видосе, о котором я уже говорил на ютубе, на канале Amla.me, есть очень подробный разбор с приближением, объяснением, что стало лучше, но основная идея в том, что количество красных пятен на коже должно было уменьшиться и сама кожа должна была стать мягче. Вот это то, что нужно сделать. Если вы сейчас ничего не поняли, то можно просто... Я довольно быстро пытаюсь рассказать, чтобы уложить как можно больше в единицу времени. Соответственно, с этим мы закончили. Давайте, опять же, попробуем синхронизировать все это безобразие. Единственное, что я, наверное, чуть-чуть зелененький подниму. И если мы говорим конкретно об этой... Давайте еще раз синхронизируем. Если говорим конкретно об этой фотографии, то я бы еще немножко поправил баланс белого, не так сильно. Вам, наверное, кажется, что они вдруг умерли. Это связано с еще одним психологическим моментом того, как человек воспринимает цвета. Если коротко, если вы минутку еще посмотрите на них, то они станут нормальными. И не потому, что что-то из я изменил, а потому, что ваши глаза к этому привыкнут. Так вот, где-то, наверное, около 5,5 тысяч. Это вот то, что бывает в пасмурную погоду. Я сделал минимальное количество действий. Давайте посмотрим на картинки. На до и после. У на момента. Все для честности эксперимента. Я просто скопировал на соседнюю тот же баланс белого, который был. Давайте посмотрим, что было, что стало. Видно, что у девушки пятна на лице появляются. Вот сейчас. А сейчас исчезают. Ну, не исчезают, но уменьшаются. Окей. Это как раз о том, что вот эта раздвижка... Боже, где ты? Вернись. Вот эта раздвижка немножко уменьшает, ну, скажем так, грязь в кожных оттенках. Ее можно утрировать, можно делать агрессивнее, если вдруг у вас все плохо. Мне кажется, там, субъективно, что здесь не так все плохо. В целом даже не четко. Если мы посмотрим на другие картинки, давайте... Так, это не совсем честно. Вот здесь вот есть накрученный мной когда-то вариант. Вот так он выглядит по настройкам вот здесь. Сейчас я сброшу вот здесь все. Обратите внимание, здесь также стоит профиль стандартный, и здесь также убрана насыщенность красного, хотя, казалось бы, на картинке очень много красного, повышенасыщенность синего и зеленого. Обратите внимание на то, насколько больше цветов появляется в дереве. Это видно? Оно становится очень разнообразным. Не просто насыщенным, а разнообразным, потому что где-то вот здесь вот в цветах мы говорим о более желтых оттенках, в тенях о более красных оттенках и так далее. Это видно? А здесь все такое, типа, уныло в оранжевом. Не объемное. Соответственно, запомните это. Разные вариации в разделе Camera Calibration, который начинается с Camera Standard. Можно, наверное, какую-нибудь еще картинку показать. Опять же, это, наверное, тепловато, на мой взгляд. И Camera Calibration. Опять же, можно просто немножко... Сделаю чуть-чуть холоднее. Сейчас. Давай, ползи. Так, справедливости ради сейчас я это скопирую сюда. И заброшу здесь. Сейчас этот танец с бубном. Снова. Вуаля. Тоже довольно показательный пример. Обратите внимание на цвет кожи у барышни. Все, что меняется, это только Camera Calibration. Больше, ну, баланс белого я скопировал и там, и там. Видно, насколько и насыщенным синий становится приятным, и цвет кожи возвращается. Причем довольно разнообразный. Это видно, ребят? Да, это пока одна мысль. Пока двух не было. Но если она уложилась, мы можем продолжать. Есть? Да? Все, класс. Соответственно, на всех этих шести картинках можно сделать все то же самое. Ради интереса могу показать, как выглядит потом вот это, чтобы ничего не крутить. Примерно вот так. Сразу фонтан цвета, все, что хотите, по сравнению с тем, что было, ну, наверное, это вот так будет еще эффектнее. Окей? Класс. Но это нифига не файн-арт. Что же я показывал вам? Я вам показывал первую главную мысль. Ну, коль скоро я колорист, соответственно, и цвет начинается не просто с каких-то там бегунков, а с того, чтобы фундамент работы был, ну, неким правильным. Опять же, чтобы все это было более разжевано, я все к тому же ролику вас отсылаю. Давайте двинем дальше, где я покажу по очень красивой фотографии, просто невероятной неземной красоты, фотографа просто с невероятно литературным именем Анастасии Весна. А теперь задание. Угадайте, где пленка, а где нет. Давайте по парам будем угадывать. Верхний ряд пленки. Что из этого пленка? Верхний ряд пленки. Верхний ряд пленки. Верхний ряд пленки. Верхний ряд пленки. А кто за лево? Три человека, четыре, пять. Кто за право? Кто воздержался? Вас поровну пока, никто не победил. Сейчас тут я все парой покажу, мне не жалко. Что из этого пленка? Как вы думаете, я сам помню? Хорошо, предположим. Какие-то отдаленные возгласы, но смелее будьте, друзья. Что вы так? Тут у меня нет копий. И вот эти... Я припипаю. А здесь? Слева пленка. Или цифра? Так, кто-то сейчас должен сказать. Саша, не путай нас. Справа пленка, ты нас обманываешь. Я там слева пленка. Окей, вы можете однозначно, с уверенностью на 150 тысяч процентов, сказать где? Значит, моя работа сделана хорошо. Так, последняя пара. Здесь легко вообще прям... Где? Слева, слева. Что слева, что справа? Давайте начнем, скажем, продолжение целиком. Справа пленка. Почему? Здесь можно догадаться. И на самом деле на всех остальных фотографиях тоже была подсказка. Да, ну, прости, они одинаковые. Но... Ну, я имею в виду по насыщенности. Но... Справа светлее. Справа светлее, больше цвета. Ну, предположим. Никто не обнаружил то, что... А? А? Подмышка отретуширована, значит, это пленка. Снимаешь на пленку, все подмышки сразу. Ну, как же? Да что? Так что, справа цифра или пленка? Вообще нет никакого раза, если честно. Есть. И когда ты занимаешься этим довольно долго, это начинает вкапываться в мозг. Ты думаешь, что почему другие этого не видят? Сейчас. Сейчас я покажу. Вот сейчас, они поменялись местами, сейчас цифра справа. Как об этом догадаться? Что произошло? Нужно посмотреть на грудь. Странно, что мужская часть населения не сразу это сделала. Наверное, вот так будет лучше видно. Вы видите, что вот здесь пересвет? Очень агрессивный. Вот условно, вот здесь еще мягонько, а потом уходит такое белое пятно вот здесь. Да? Вы хотя бы кивайте. А здесь, соответственно, очень плавный градиент. И это невозможно. Ну, по крайней мере, мне моего навыка не хватает, чтобы рамками одного лайтрума повторить это. Понятно, что тут немножко врет проектор, хотя вроде как выглядит, как будто бы очень дорогой. Я вижу все то же самое, я проклинал это место. Потом я вспомнил то, чему меня учил один знакомый художник. Он сказал, да, забудь, вообще никто никого не увидит. Разница этим принципом. Я живу, наверное, последние лет пять. Я сейчас покажу дисклеймер на всех остальных картинках. Здесь цифра справа, потому что платье в хламину пересвечено. Видите? Вот оно. Белое такое пятнышко. И ничего с этим не сделать. Тут можно вспомнить опусы всех потрясающих цифровых фотографов, которых я обычно защищаю. Со словами, что цифра давно обогнала там по динамическому диапазону пленку, что вы нафига вы на ней снимаете? Нет. Нет. Ну, по крайней мере, этот частный пример, субъективный, показывает, что пока нет. Несмотря на... Ну, правда, это среднеформатная камера. Если я ничего не путаю, это контекс. Это как бы вот такого размера пленка в исходнике. Поэтому тут могут быть нюансы. Тут сейчас я вспомню. Нет, цифра справа. И тут тоже нужно смотреть на пересветы. Если я ничего не путаю, давайте убедимся, потому что... Да, вот это без глаза JPEG, а с глазом цифра. Тут очень сложно видеть разницу. Нужно смотреть вот сюда на мягкость. Ну, вот тут, опять же, вот эта линия обрыва, она чуть-чуть просто острее, чем вот здесь. Видно? Ну, и опять же, невозможно восстановить информацию, каким бы классным Lightroom ни был. Самая сложная картинка здесь вот эта. Все думают, что на пленку никто не снимает в движении, и он абсолютно прав, потому что вот эта равка слева. Разница, опять же, не очень большая. Единственное, что обидно во всей этой истории, сделать один пересвет и накинуть на все фотки мне не удалось. Они всегда... Ну, то есть, пленка ведет себя по-разному, но, опять же, если знать, что куда смотреть и как крутить, довольно несложно повторить. Я говорю стихами. Так, ну, а дальше у нас закончатся примеры Анастасии. Я предлагаю сейчас что-нибудь пообработать. Да, как вам? Давайте мы сейчас сбросим все это дело в ноль. О, ужас. И увидим исходник. Сейчас, подождите. Нет, я сначала скопирую кисточки, мне их лень рисовать. Опять же, небольшой дисклеймер, кисточки здесь только на руке. А, кстати, да, почему еще можно догадаться, что справа пленка? Пленка, соответственно, отретуширована. Видите, какая аккуратненькая тоненькая ручка? А слева нет. Видно? Так, еще раз. Видно? А, вот она. Если вдруг на фотографии девушка внезапно худеет, значит, это обработанная фотография. Нет, это не отрицает всего того, насколько это отличный и очень воздушный, и очень красивый кадр. Потому что, когда я увидел вот это, я влюбился и в девушку, и в фотографа, и вообще. Так вот, я скопировал кисточки. Сейчас я покажу, где они здесь, чтобы вы понимали, что я сделал. Кисточками, вот здесь вот, по без штуки, они смягчают руку. Что рука изначально немножко, чуть-чуть переконтращена, на мой взгляд. И это пришлось сделать локально. Видно? А, и шея в том числе. Угу. Все посмотрели? Да, класс. Вот тут вот, три кружочка. Раз, два, три. Прошу, прощи. А сибири там? Там минус кворити здесь, прямо от души, минус кворити здесь. И, скорее всего, минус кворити здесь. Ну да, и минус контраст еще немножко. Ну, как бы так вот. Это плохая ретушь, не надо так делать. Я очень торопился просто. По-хорошему нужно открыть вот такую фотографию в фотошопе и аккуратненько нормально поретушировать. А не вот так. Потому что, если я сейчас приближусь, там вообще такая труба будет. Вот это плохо. Видите, как смазана текстура некрасиво? Так нельзя делать. Не делайте так. На камеру это запишите. Не делайте так. Так, я скопировал кисточки. Копии. Common Shifter. А, сейчас, давайте и кадрирование так же. Ну так, чтобы просто условно работать примерно с тем же, что есть. Какой первый шаг? Чего крутим сначала? Кто мне подскажет? Белый. Экспозицию, белый. Вот камера калибрэйшн это правильный ответ. Потому что почему? Я начал с этого лекция, ребят. Я понимаю, что вкладывается в голове не сразу, но старайтесь себя заставить. Как будто бы становится хуже, да? Думаешь, блин, зачем? Но мы помним. Ну, вы помните. Что это нужно для великих целей потом. Я, опять же, сделаю примерно то, что делаю обычно. Коль скоро сейчас она очень темная, перенасыщенная, ничего не видно. Обычно для удобства. Кто там хотел практические приемы, я нажимаю на экспозицию, на слово экспозиции один раз. Это такая маленькая фишечка. Я сказал, нажимаю. Вот. Появляется вот такая вот штука. И не уходя из камеры калибрэйшн, я могу нажимать на плюс и поднимать экспозицию, соответственно. Если вдруг я начинаю видеть, что ага. Ну, то есть я могу не бегать по меню вверх-вниз. Это просто тупо экономит мое время. Если мы говорим о свадебной обработке, ну, не нужно никому объяснять, что ни у кого его нет. Ну, наверное, где-то здесь. Чтобы эксперимент проходил максимально честно, я сейчас нажму вот сюда и выберу lock to second window. Все знают, что это? Я открыл вот тот JPEG, который у меня был пленочный, просто рядом. Зачем? Я думаю, объяснять не нужно. Я, конечно, могу обработать типа под пленку, как я хочу, но обычно так не работает. Поэтому я всегда использую reference. Вот то, что я открыл справа. Сорян, слева. Это reference. Ну, то есть я буду ориентироваться на цвет и на общую атмосферу. Сейчас я вижу, что я очень сильно пережистил по контрасту. Это видно вот здесь вот по... Что это? Лопатки. Вот. Соответственно, идем наверх. И начинаем работать здесь. Прежде всего, мне хочется немножко избавиться от контраста. В целом. Но я вижу вот здесь на reference, что вот это очень темное место. Видно? Если я сейчас открою презентацию и покажу снова все фотографии, там можно заметить то, что они все очень светлые, но черные там почти всегда на месте. То, что я сделал с контрастом, это пока не приближает меня к цели, но тем не менее. Пытаюсь вернуть детали в светах. Это так себе получается, но я буду делать это обоими бегунками. Обеими. И whites, и highlights. Нужно вдаваться в технические подробности, почему я делаю обе... И тем, и другим бегунком. Или вы все прошарены и ну нафиг. Вариант ответа всего два. Мы можем закопаться в детали, но давайте попробуем. Окей. Основная идея в том, что если я буду уменьшать whites, то картинка не будет становиться более детальной. Она будет как раз, как вы говорили, более воздушной. Если я буду убирать highlights, то будет появляться текстура. Это видно, да? И края могут остаться очень жесткими. Соответственно, мне при всем моем желании восстановить детали в светах, нужно убирать highlights и whites влево, но при этом, если я уберу highlights слишком сильно, появится грязь. Видно? Соответственно, highlights нужно убирать влево, но следить за тем, чтобы грязь не появлялась. Потому что если я буду поднимать highlights, будет небольшое свечение появляться. Окей. Теперь, вроде как, казалось бы, нужно blacks поставить на место, чтобы точка, ну, чтобы вот тут вот все красиво стало. Но плывет вся картинка, видите, вся женщина темнеет. Соответственно, чтобы сделать это, я буду делать это потом в кривой. И сейчас, пока пропущу этот момент, просто держа в голове. И пока я нахожусь в бейзике, я немножко похолодню все это дело. Наверное, как-то так. Теперь я вижу, что моя женщина стала не очень насыщенной, но это прежде всего потому, что в ней не очень много контраста. Поэтому мы лезем в кривую. Нам не нужна вот такая кривая, нам нужна точечная кривая. Поэтому вот здесь вот снизу справа, скорее всего, вы все это знаете. Я немножко опущу, так, сейчас поставлю вот здесь. Немножко, чуть-чуть совсем опущу точку белого. К сожалению, кто бы там что ни говорил, это не возвращает нам детали, не создает вот такого вот воздушного настроения, как слева. Это просто имитирует то, что есть в пленке. Но большинство людей не замечает этого. Соответственно, если работает для большинства, то прекрасно. Так, это пока можно удалить. Точку черного я верну... Стоять! Ай-яй-яй! Точку черного я возвращаю именно на кривой. Это позволяет мне не очень сильно затемнять женщину. А если вдруг я ее и сильно затемняю, то здесь потом вернуть все на место. В целом я обнаружил за собой, что мне комфортнее работать, когда я обрабатываю под пленку именно с кривой, нежели с бейзиком, который есть сверху. С разделом... Бейзик. Потому что он дает чуть больше гибкости. В противовес этому в этом инструменте очень легко закопаться в детали, потому что нужно использовать какую-то максимально унифицированную кривую. Потому что, если вы начнете это дело копировать, все будет очень плохо и кривую править сложно, а бейзик править легко. Теперь, чтобы все срослось, я сделаю пару правок по цвету. То есть первый шаг мы плюс-минус закончили. Может, еще чуть-чуть светлее. Ну да, вот как-то так. Теперь цвет. Цвет всегда идет после того, как мы отработали со светом. Поэтому хватаем прежде всего то, что есть в Camera Calibration. Я обычно беру зеленый канал, и теперь он приближает цвет кожи к тому, который мне нужен. Давайте посмотрим до и после. Видно, что он сейчас желтоватенький такой. А сейчас стал более розовым, похожим на то, что есть вот здесь. Видно? Это очень нюансная работа, но в целом она позволяет мне простроить. Кто скажет, что еще осталось сделать из того, чтобы прям повторить? Синий в тени. Синий в тени? Да. Что-нибудь еще? В холодильнике. Не только в тени, скажем так. Поэтому давайте с этого и начнем. Вероятно, нужно чуть-чуть еще с балансом доработать. Давайте 3600. Где-то здесь. Я не заучивал цифры, если вы вдруг подумали. Просто иногда вместо тачпада проще цифры бить. Мы будем делать это в сплит-тонинге, а не в крио. Опять же, для того, чтобы просто ускорить свой и так невероятно медленный процесс. Кто не знает, как эта штука работает? Кто не знает и не хочет? Нет таких людей. Хорошо. Эта штука позволяет тонировать либо светлые, либо темные участки. Светлые здесь, темные здесь. Бегунок посередине говорит, где на самом деле на фотографии заканчивается тень и начинается свет. Не вдаваясь, опять же, сильно глубоко в технические подробности, убираю баланс сильно вправо, что позволит мне доцепить только самые-самые темные участки. На самом деле, давайте для эксперимента я просто покажу. Я хочу в тени покрасить, тени покрасить вот таким вот синим-зеленым. Видно, да? Соответственно, можно ткнуть вот на этот серый квадрат, найти где там этот цвет. К сожалению, пипеткой взять отсюда его нельзя, поэтому приходится вот так вот тыкать. И все, женщина умерла. Чтобы это исправить, ну то есть я хочу покрасить тени, здесь написано shadows, ну то есть тени. Но он думает, что тени это половина фотографии. Чтобы он так перестал думать, я должен взять и сместить вот это вот сильно вправо. Видно, что теперь покрасилось только вот это место. Давайте я буду включать и выключать. Ребят, кожу немножко задевает, но можно еще чуть-чуть сместить. И в целом можно даже немножко насытить. Теперь возвращаемся в кривую, и вот здесь я немножко верну контраст вот в эти части, в теневые. Я хочу, чтобы вот это стало таким же контрастным, как вот здесь. Опять же, для этого я трогаю левую часть кривой. Ну тут как бы все элементарно, сказал я. Если кто-то, опять же, теряется в потоке мыслей, не серчайте. Я пытаюсь успеть. А на любые вопросы я готов отвечать, если вдруг они у вас появляются. Так, ну где-то здесь, соответственно, чего теперь не хватает? Кто скажет? Давайте ваш колористический взгляд намеченный. Чем отличаются картинки? Громче! Я вас не слышу. Он везде теплее или на руках? Давайте посмотрим на одежду. У нас одежда холодненькая. На самом деле, света на этой картинке тоже... Как бы их так открыть сейчас? Шлеп. Причина смерти запуталась в горячих клавишах. Так. Видите какую-нибудь принципиальную разницу между белыми? Слева холодней. Да? Однозначно. Согласны? Все. Ну то есть, я вам показываю, как я обычно анализирую. Я смотрю и вижу, что что-то какая-то фигня. Начинаю вглядываться в детали. Слева холодней. И предполагаю, что слева это, собственно, то, что мы пытаемся несчастно получить. Нужно немножко утеплить. Есть вариант сделать это через баланс белого. Это один способ. И он вполне рабочий. Есть второй вариант сделать через кривую, через какой-нибудь там канал красный, синий, зеленый. Это тоже нормальный способ. Более муторный я не делаю это через HSL. Не правлю только кожу, потому что мы определили, что и одежда тоже холоднее. Да? Это значит, что не только кожа неправильная. Соответственно, я попробую сделать это просто здесь. Так. С помощью Hue я устанавливаю тот цвет, который мне нужен. Это, наверное, где-то около 20-20. Это типа такой оранжево-красный. И добавляю Saturation. Давайте, наверное, около 4. Ну, предположим. Давайте теперь сравним. Перестарался. Видно, да? Стало очень красное. Соответственно, сдвину просто немножко вправо, в сторону желтого. Проверю еще раз. Все равно красное. Значит, перестарался с насыщенностью. Значит, вместо 4 ставлю 2. Еще раз сверяю. Все равно красное. Видно, что слева красное, справа зеленое. Класс. Идем в баланс белого. Стоять. И так, что там у нас красное, да? Значит, нужно делать более зеленое. Хватаем тинт и убираем его немножко влево. Давайте, наверное, на шестерочку. Окей, теперь по одежде вроде она все еще отличается. Можно, наверное, вместо шестерочки. Шестерочку поставить. Все ближе и ближе. Вот такими маленькими итерациями можно доходить ровно до того, что нам нужно. Из кардинальных проблем я вижу, что волосы перестали быть такими синими. Поэтому я убираю это в более синий цвет и насыщаю. Более синий, я сказал. Так. Окей. Все равно красное. Боже, что мы. Давайте попробуем 45. Мало. Удивительно. Так. Ну что? Где какой цвет? Слева зеленый, справа белый, да? Да. И нужно чуть-чуть посветлять. Так. Так, теперь... Угу. Последний момент. Можно зайти в этот самый HSL и немножко поправить цвет кожи. Сделав его чуть-чуть более желтым. И чуть-чуть более насыщенным. Последние штришки. Для того, чтобы добавить в целом насыщенности на картинку, я лезу в зеленый канал, потому что она чуть мягче добавляет насыщенность в целом. Так. Ну что? Мы видим довольно разные картинки. Моя получилась, наверное, через чур зеленоватая, особенно в цветах. Да? Давайте. Последний рывок. Понятно, что можно доводить до идеала, ну, прям крайне долго. Главная проблема, с которой я недавно столкнулся, это прекрасные мониторы. Кто-нибудь знает, что такое glow effect на мониторе? Нет? Это когда изображение светится в черном. Ну, то есть черные, на самом деле, не черные в мониторе. А еще у монитора есть такая прекрасная характеристика, как цветовая температура. Ну, вы знаете, да, наверняка. Соответственно, правильная цветовая температура у монитора сколько? Кто знает? Да, все верно. А недавно я узнал такой потрясающий факт о не очень дорогих мониторах, заключающихся в том, что цветовая температура у них из левого угла в правый угол меняется. Ну, в смысле, не в угла, а из левой стороны в правую. Ну, то есть вот эти 6500, 5500, в зависимости от каких условий вы работаете, где-то по центру. А слева и справа можно все что угодно. Понимаете, когда вы сравниваете картинки вот так, можно очень долго подгонять, потом открыть, вот так сравнить и понять, что вы сделали что-то третье. Опять же, кто там хотел практических советов, ради бога. Несмотря даже на то, что я работаю на богоподобном маке, точно такая же проблема. Я тут подгонял их слева и справа, в итоге сравнил их по центру, и они все равно отличаются. Немножко пропадает текстура, которая есть в полном формате, в среднем формате, и ее нету в нашей цифровой версии. Я попытался догнать это с помощью Clarity. Теперь одежда все равно тепловатая. В общем, это можно продолжать исправлять. Я думаю, что основной набор инструментов вам понятен. Здесь начинаются жуткие нюансы. В тех картинках, которые я вам показывал, я этот нюанс нашел, спокойно сидя дома за компьютером, попивая чаек. Это реально сделать. Соответственно, мы получаем некий обработанный вариант. Как, вы еще живы? Да, вы хотите еще? У меня тут еще целая куча картинок. Все так же весело будет. Сидишь такой, крутишь, глаза выкалываешь себе и пытаешься понять. Вот обратите внимание, когда картинки друг поверх друга... Стоять. Друг поверх друга. Видите огромную разницу в цвете, на самом деле? Особенно на мужчине это видно. Его пиджак. Нейтральный, красный. Нейтральный, красный. Нейтральный, красный. Что из этого правильно? Вот. Любой вариант подойдет. Когда мы говорим о вот таких нюансах, которые... Вот в таком виде не видны. Пофиг. Еще одна практическая вещь. Как только вы начинаете заморачиваться над вещами из разряда... Так, а у него здесь пиджак красный в тенях, я должен обязательно это передать. А на следующей картинке он зеленоватый, а на следующий он еще какой-то. Когда это единицы насыщенности, ну то есть вот такая миниатюрная разница. Забивайте на это. Так себе, конечно, совет. Разная степень ответственности работы бывает, когда вы красите, не знаю, фильм. Вот там вам, скорее всего, выдолбят мозг, почему костюм главного героя не совпадает в шотах. Там это важно. В фотосессии, которые не смотрятся вот так, и тем более не смотрятся вот так. И таких одинаковых картинок, ну типа, никто не отдает свадьбу вот так. Типа, выберите, какой вам больше нравится. Это становится не принципиальным. Опять же, говорим о скорости. Ну давайте... Так, сбросим здесь все, кроме кисточек, кропа. Может быть, здесь что-то было такое. Вот, исходник выглядит вот так. Не очень страшно. Сейчас, я давайте кадрирую его. Обычная цифровая картинка, ну то есть в ней нет ничего невероятного. Здесь, правда, нужно сказать пару слов о том, как она снята. О том, какой стайлинг у всей фотосессии. Она максимально нейтральная. В ней нет ничего яркого и прострого в кадре, ну с точки зрения предметов. Тут нет красных, зеленых, фиолетовых яблок, галстуков, бабочек. Даже цветы у мужчины максимально лаконичные. Они сняты на максимально естественном фоне, в супер рассеянную погоду. Только тогда это приводится к некому, ну, что мы сейчас называем файн-арт обработку, файн-арт фотография. Здесь можно увидеть, что она также тонирована, ну, типа тонирована в светах. Видно, что она тепленькая такая. Ну и в целом она чуть-чуть теплее. Я могу попробовать сейчас скопировать все с нашей первой картинки. Как вы понимаете, сейчас будет просто Содома и Гамора. Но давайте попробуем. Я уберу вот это, это, вот это. То есть все, что я сейчас накрутил на первой картинке, я просто скопирую сюда. Будет очень плохо. Я сразу предупреждаю. Супер. Отдаем клиенту. Все. В печать. Прежде всего, потому что первая картинка была недоэкспонирована. Если, опять же, вы просили практических советов, следующий практический совет при обработке большого количества картинок не нужно начинать с такой картинки, с которой начал я. Почему? Потому что она максимально нерепрезентативна. Давайте я сброшу, чтобы вам ужасы не показывать, пока говорю. И она максимально сильно отличается от всех остальных в серии. Заметьте, все остальные в серии. Давай. Все проэкспонированы нормально. А первая была проэкспонирована плохо. Она была сильно недосвечена. Я начал копировать с нее и, соответственно, вставил настройки, которые привели меня. Давай. Вот к такому результату. В итоге, с какой картинки нужно было начать? Кто мне подскажет? С максимально похожей на все остальные. Которая не снята в пересвет, не снята с кривым балансом белого и так далее. Потому что это главный шаг к тому, чтобы обработать с высокой скоростью. Поэтому сейчас мы избавляемся вот от этого и избавляемся от экспозиции. Окей, я все так же выведу картинку во второе окошко. Напоминаю вам, что все, что вы видите в левой части проектора и по центру, это не связанные между собой вещи, хотя могут быть. Итак, что же мне нужно сделать? Давайте по шагам. Нужно высветлить, согласны? Чуть-чуть уменьшить контраст. Согласны? Утеплить чутка. Да? Окей. Давайте, собственно, так и сделаем. Ничего невероятного. Я просто топчу плюс, на который, я напоминаю, у меня повешена экспозиция. Highlights и whites у меня все так же вроде как грамотно настроены. Я в целом делаю картинку чуть-чуть теплее. Но здесь важно не сильно перестараться. И мы видим, что я по коже примерно попал. Но не очень сильно, можно на самом деле еще чуть-чуть теплее. Но основная мысль какая-то примерно здесь. А костюм синий. Что за фигня? Почему так произошло? Потому что у нас тут что-то накручено, я помню. Убираем. Окей, получилось. Хорошо. Сильно ли получилось? Теперь сравниваем еще раз. Слева костюм и справа костюм. Давайте опять же я открою их, чтобы было честно, прям по центру. Чтобы вы увидели сразу, что происходит. Что не так? Вообще пришел лекцию читать, заставляет думать. Ну кто смелый? Давайте. Это пленка. Это цифра. Так, слово насыщенный ко всей картинке не работает. Более предметно. Вода это не проблема. В смысле, это не сформированная мысль. Закончите ее. Посмотрите на костюм. Мужика. У вас же это видно? Это видно же. Как черный может быть насыщенней? Давайте я приближусь. Мне же не сложно. Ага, классно приблизился. Они просто не совпадают по размеру, естественно. Ну вы там сразу. Я просто по-разному приблизился. Ребята, цвет. Обращайте внимание только на цвет. Давайте. И у вас, ну, вы должны это убедить. Какой цвет здесь у костюма? Синий. Серо-черный. Согласны? И вот тут вот синий. Окей. А здесь? Коричнево-красный. Согласны? Класс. Вы должны озвучить это. Ну, то есть, хотя бы у себя в голове. Не нужно сидеть перед компом и говорить красный, синий. Не надо. Но пока вы будете думать, что он насыщеннее. Ну, то есть, вы сказали сами себе. Насыщеннее. Что вам захочется сделать сразу после этого? Какому бегунку потянуться? Бегунку насыщенность. Нету насыщенность черного канала. В смысле, черного цвета. Его даже в Lightroom нет. Вот тут их 8 штук, черного нет. Соответственно, мы должны в голове у себя это правильно произнести. Тогда мы поймем. Правильный ответ здесь. Тени теплее. Согласны? На самом деле, не только тени. Вся картинка немножко краснее. Вы видите? Вся. И небо в том числе. Ребят. Аллилуйя. Не желтее. Может быть, у вас желтее. Нет, краснее. Краснее. Соответственно, первый шаг, который я попытаюсь сделать, это сделать это с помощью тинта. Или тинта, как это правильно. Сдвинув его, ну, скажем, на 12. Не очень много. Тинт довольно чувствительная фигня. Мало. Соответственно, можно попробовать 14 здесь. Сравниваем. Я смотрю сейчас на небо. Оно все еще, как бы, такое, так себе. Но в целом окружение стало более правильным. Соответственно, теперь я покрашу цвета и тени чуть-чуть. И тут возникает вопрос, как мне это сделать грамотно. Это сложно, потому что нужно развести баланс. Но давайте попробуем. Чтобы посмотреть, какой здесь цвет, я открою эту пленочную фотографию и попытаюсь убедить себя в том, что здесь красный. Я навел пипеткой, вот эта, которая балансом белого, на его одежду. И смотрю на цифры. Все видят цифры там снизу? Ну, или сверху вот тут. Потрясающе. Видно вам, конечно? Давайте я зачитаю. 14, 13, 10. Кто знает, что это значит? Это значение RGB. Красного, зеленого и синего каналов. Красного 14, зеленого 13, синего 10. Соответственно, синего меньше всего, значит... А красного больше всего, значит, мы можем предположить, что мы не крышей поехали и глаза пора выкалывать, а он действительно красный. Окей? И не только красный, а красный с зеленым. А красный с зеленым это что? Оранжевато, какой-то желтовато-теплый, да? Окей, предположим. Поэтому лезу сюда. Обычно все это в голове происходит быстро. Я озвучиваю просто мысли, чтобы было чуть-чуть понятнее. Так вот, оранжевато-красновато, это где-то, наверное, вот здесь. Показатель Q это... Стоять. Это то, насколько близко или далеко от красного. Вот крайняя левая граница, это 0. Соответственно, 17 это где-то красно-оранжевый. 40 или 50... 60, это желтый. Соответственно, если нам нужен... Чтобы понять... Так, давайте так. У нас был красный, зеленый, синий, да? Было много красного и много зеленого. Чтобы смешать красный и зеленый, вы берете вот так вот. Тыкайте пальцем сюда, тыкайте пальцем сюда. Понимаете, что их одинаковое количество, где-то здесь они сходятся. Окей? Красного чуть больше, соответственно, смещаемся сюда. Понятно? Класс. Просто я вижу дикое непонимание в глазах. Мне кажется, что если я чуть-чуть еще что-то расскажу, то все. Так, и чуть-чуть поднял нас личность. Давайте смотрим. Ну, как будто бы похоже на правду. Единственное, что... Здесь меньше контраста в тенях, а здесь больше контраста в тенях. Не мудрство лукаво, лезу в кривую и вот эту точечку просто немножко приподнимаю. Давай. Проверяем. Можно еще чуть-чуть. Вот эта точка отвечает за самый темный элемент на моей картинке. Так, можно даже вот это чуть-чуть приподнять. Можно даже еще чуть-чуть. Если у вас есть возможность, не работайте с тачпадом. У меня просто некуда мышку положить. Здесь кончается место. Так, ну вот по контрасту совпало, а теперь нужно красного добавить. Видно всем, да? Ребят. Я настоятельно рекомендую сейчас, когда мозги еще не совсем умерли, начинать готовить вопросы. Потому что неплохо бы, наверное, сейчас устроить какую-нибудь небольшую сессию вопрос-ответ, чтобы мозг подтек назад в голову. Нет, возможно, вы не устали. Просто я этого не вижу по вам пока. Я вижу мужчину, которого рисовала Софья пару часов назад, он смотрит в стену пустым взглядом. Мне кажется, что я что-то очень страшное показываю. А, окей, ну... Держитесь. Соответственно, света я тоже покрашу, но совсем чуть-чуть. Создать налет красненького в светах. А, я покрасил пленочную фотографию. Супер, молодец. Может быть, на троечку. Обратите внимание, я использую практически всегда очень небольшие значения. Вообще, есть у меня такое субъективное ощущение, что эра, когда мы просто шмаляем бегуньки влево и вправо, закончилась пару лет назад. И начинается, особенно если мы говорим о такого рода фотографии, очень аккуратная и тонкая работа. Сейчас у меня в целом получилось чуть теплее, чем нужно, но суть ясна. Окей, ребят? Да, тут нужно покрутить баланс, уменьшить там насыщенность в коже, наверное, метнуться куда-нибудь вниз, уменьшить насыщенность красного еще и так далее по чуть-чуть. Я надеюсь, вы верите в то, что таким вот нехитрым способом можно это дело закончить. Так вот, я говорил сегодня о том, что можно получить некий fine art look, господи, как это по-русски, воздушную обработку светлую в неком высоком ключе под типа аналоговую предмет. Если у вас есть правильная картинка, что я имею в виду? В данном случае конкретно вот эта картинка более-менее правильная. Кстати, давайте ради эксперимента попробуем отсюда все скопировать и скопируем, например... Сейчас я вот это удалю и вставлю. Здесь нужно только высветлить и немножко обесцветить. Ну и где-то здесь. Естественно, нужно доводить до ума. Ай-яй. Потом попробуем отсюда скопировать и вставить... Опять же, вот исходник. Ctrl-Shift-V. Вот обработочка. Слева, опять же, обычная цифровая фотография с обычными унылыми цифровыми пересветами. Это видно? Мы пытаемся воссоздать. Тут нужно руки ретачить. Вот это как-то пытаться смягчать. Например, можно делать с помощью тех же радиальных фильтров. Я надеюсь, вы примерно представляете, как они работают. Соответственно, можно взять минус Clarity, например, растянуть. Только не забыть галочку поставить вот здесь. Соответственно, это будет давать некую мягкость. Видно? Это, опять же, классический маленький технический прием. Что делать с пересветом, если они выглядят как забор. В данном случае под забором я имею вот эту вот очень лестничную, лесенковую ступенчатость. Соответственно, если вдруг у вас есть картинка, которую мы только что обрабатывали, она может выглядеть, ну, типа, как классическая цифровая фотография. Вот я ее обработал, как если бы ее обрабатывал просто человек, который боится делать пересветы. Ну, типа, боже, как же я могу на три стопа пересветить по время обработки? Зачем? У меня же детали в небе. Ну, вы понимаете, да? Вот они, детали. Они как-то на картинку играют? Да вообще никак. Может быть, у меня... Вот. Идеально. Если мы посмотрим на гистограмму, вы видите, да, то она, ну, вроде как, правильная. Отсюда до сюда, все такое аккуратненькое. Все точки черного на месте, точки белого на месте. Попытались восстановить детали, как могли. Очень старались вот в этом месте, особенно хорошо видно. Но если картинка снята под определенную стилистику, то она под нее и проще же обрабатывается. Окей? Соответственно, если мы говорим о... Некой вот такой свадьбе, где... То есть, это не в смысле плохая свадьба. Это в смысле такая обработка к такой свадьбе не подходит. Почему? Даже несмотря на то, что она вся зелененькая, даже несмотря на то, что она вся такая светленькая, у девушки сильный макияж. Это видно? У нее ядрено-белое классическое платье, которое не вписывается в стилистику. Окей? У молодого человека вроде как более-менее костюм, и он нормальный. А девушка сбежала из другой стилистики. Очень сложно будет, соответственно, это сделать. То же самое здесь. Ну, то есть, тоже невеста, тоже в зелененьком, вроде как, да? Тоже вся в светленьком. Но, опять же, снято немножко по-другому, снято не против света, снято не очень контрастно. Если я покажу исходник, выглядит вот так. Можно попытаться сделать все то же самое, что делаю я сейчас. Попытаться пересветить, высветлить тени, проделать тот же самый набор. Скорее всего, получится не так. В смысле, не скорее всего, а получится не так. Даже если мы берем картинку, снятую в контрастном, в смысле, в заднем свете, в контровом свете, все равно получится не то. Крой костюма, крой платья, элементы, которые внесены сюда, и общая композиция кадра не позволит нам сделать из этого файн-арт. Оно позволит нам сделать траву зеленой вместо желтой. Это все, что будет. Соответственно, те три фотографа, которых я озвучил, это Тамара Гигола, Хосе Вия и Настя Весна, идеально подходят для того, чтобы зайти на их сайт. И на этих сайтах только файн-арт фотографии, в том виде, в котором они есть. Потому что если просто в гугл зайти и набрать файн-арт, вы увидите все, что удобно. Все, что я вам показывал сегодня во время презентажки, все то же самое. Визуально оно не сильно отличается. Здесь важно просто найти правильные примеры, которые сняты хорошо. Субъективно, на мой взгляд, эти примеры сняты очень хорошо, и можно их брать за некую подправную точку. Я надеюсь, что я ответил на вопрос. Ну, а если у вас есть контекст, то просто берите его на съемку с собой, щелкайте. Здесь, правда, есть тонкий нюанс. Нужно печатать в правильном месте. Отдать просто в какую-нибудь фотолабораторию кодек нельзя. В смысле, можно. Только файн-арт не получится. Они скажут, у вас что-то пересвечено, и вернут все на место. И вы получите... Ну, я показывал, что вы получите. Что-то вот такое. Типа, что-то вы пересветили, мы все вернули на место, вот теперь классно. Как раз идея в том, что иногда нужно высветлить, наоборот. Здесь есть пару хороших лабораторий пленочных. Я знаю одну в Новосибирске. А их реально на всю Россию, по-моему, типа полторы штуки. И Lighthouse Film Lab, это вот одна из них. Тамара Гигова, которая про интервью, с которой я говорил, она там проявляет. Если кто-то знает фотодуэт по скриптум, таких ребят, они тоже и оригиналом из Новосибирска. С ними тоже есть интервью у нас и на YouTube-канале, и на сайте. Они там же печатаются. Сережа Сараханов, которого мы вспоминали сегодня в начале лекции, там же печатается. Когда он мне дал вот такой мешок пленок и сказал, Саша отправит его в Новосибирск, первая мысль, ну когда там, это год назад было, а неужели в Петербурге нет места, где это можно проявить? Ну, как бы, коль скоро такой человек проявляет там, то я понимаю, что, наверное, это имеет значение. Это как какому ретушеру отдать? Плохому или хорошему, да? Хороший сделает так, как тебе хочется, а плохой так, как хочется ему. Это разные вещи. Это может быть так же красиво, но не подходить вам. Так, кажется, был еще вопрос отсюда. Отличный вопрос. Макбук не мой, диска здесь не стоит. В целом, это отличный способ сэкономить огромное количество времени, потому что то, что я тут сейчас несчастным образом крутил, ну типа минут 30-40, да, ну поясняя, понятное дело, это замедляет процесс, но тем не менее, может быть сильно ускорено с помощью так называемых профилей виска. Кто не знает, что это? Так, Visual Supply Company. По-моему, я вот не уверен, ком или нет. А, .co. Они изначально начали делать пресеты для Lightroom, а потом запилили приложение под iPhone. Суть в том, что каждый фильтр, в отличие от инстаграмного, копирует какую-то пленку. То, чем мы сейчас с вами занимались. Здесь тоже такая скользкая тропинка похоти и разврата, потому что, ну, очень высок соблазн нажать на кнопочку и сказать, вау, я под пленку обработал. Здесь нужно отдать себе отчет, что не ты под пленку обработал. Нет, какие-то другие ребята обработали под пленку. Что-то с их сайтом стало очень странное. У них, опять же, можно купить эти профили. Здесь сейчас это просто какая-то лента странных фотографий. Если бы я не знал, что это, я бы скорее отсюда убежал. Но основная идея в том, что они продают пэки пресетов, которые типа сделаны под пленку. В большинстве случаев они перебор. Их нужно доводить до ума. Чтобы их грамотно доводить до ума, субъективно, мне кажется, сначала нужно, типа там, недельку хотя бы поковырять самостоятельно, понять, где вот то самое чувство прекрасного ощущения, то, что вот вы добились того, чего вы хотите сами, у вас получилось. И только потом брать пресеты и их уже докручивать. Потому что вот это вот ощущение «О боже, получилось круто, я еще ничего не сделал», оно опасное. Как преподаватель, глядя на своих студентов, могу сказать, что это очень опасное ощущение, потому что, ну, кажется, что все же круто. Смотрите, вот, собственно, это их наборы. Их можно купить, они стоят просто космо денег, если честно. Типа там 100 баксов, 150 баксов за набор. Окей, ну, хорошо, скидка, да, наверное. Ну, вот сколько? 59. Все, халява просто. И таких здесь 7 наборов. 7 на 59, 420. Ну, всего 30-ка, и они все ваши. Они неплохие, но тут мы плавно переходим к тому, что же делать в дороге, и то, как можно... Так, давайте вот этот кошмар уберем. Как можно облегчать себе задачу? Вспоминая интервью с Тамарой Гиголой и вот этим постскриптом, у нас есть еще интервью. Такое ощущение, что у нас сайт про свадебную фотографию. Это не так, но там есть интервью с Лешей Гайдиным. Кто-нибудь знает, кто это? Ну, все имена, которые сейчас называют, это довольно... Ну, как довольно? Это очень крутые свадебные фотографы. Если кто-то знает, что такое сайт MyVet, они там вот на первой странице все. Гиголы там просто нет. Она слишком крута для этого места. Соответственно, он говорит, что он старается, и, в общем, остальные ребята, у кого мы брали интервью, тоже подтверждают отдавать первую часть фотографий максимально быстро. Первая часть фотографий, это типа штук 30-40, из 5 тысяч, что они отсняли, сразу это делается для того, чтобы... Сейчас маленькие коммерческие тайны. Для того, чтобы люди, которые были на свадьбе, раскидали себе аватарки, и это начинало расходиться. Не через 5 месяцев, когда свадьба прошла, лето закончилось, и нахрен никому эти фотографии не сдались, кроме жениха с невестой, а чтобы начало расходиться прямо во время сезона, чтобы еще больше заказов было. Отличный способ сделать это, почему я вспомнил Лешу Гайдина, он живет не в Питере, он в Питер ездит, но типа там 3-4 часа или сколько там, ночь на поезде. Идеально. Кто знает, что существуют такие Wi-Fi карточки в фотоаппарат? Ну, это обычная карта памяти с Wi-Fi модулем. Ставится специальное приложение на какой-нибудь девайс, типа вот этого. Ну, любой, на самом деле, девайс. И Android, и iPhone подойдет. На iPhone и Apple единственное, что субъективно, как мне показалось, работает шустро, намного шустрее, чем на Android. Возможно, я не держал нужных Android в руках, но тем не менее. Соответственно, вы можете всю фотосессию, которую вы отсняли, тут же отобрать с фотоаппарата, выбрать, какие картинки скинуть на девайс, тут же их обработать. Сейчас, собственно, попробуем это сделать. Здесь самое сложное – достать. Тот, кто услышал сейчас про Wi-Fi адаптер и подумал, о боже, о чем это он? Это не так сложно, как кажется. Сейчас, давайте-ка я попробую, может быть, рефлектор запустится. Часть камер, которые выпускаются на данный момент, идут просто с Wi-Fi. Вот, даже вот этот вот дико древний монстр Nex 6, которому какое-то феерическое количество лет, уже, наверное, 5, да, если я ничего не путаю, в нем есть Wi-Fi. Большую часть картинок, которые я снимаю по дороге, нося вот это чудо инженерные мысли через плечо, я скидываю просто на телефон, обрабатываю виска. Все то же самое можно сделать со свадебными картинками, только мне нужен момент, чтобы это заработало. Сейчас, рефлектор давай. Сейчас, если он прокакается, то мы все запустим, а если нет, подключим его. У меня, к сожалению, куплено только под винду. Ну, давай, я верю в тебя. Нет? Ну и ладно, обойдемся без тебя. Странно, мы же к одному Wi-Fi подключим. Сейчас, один момент. Может быть, тут какой-то другой Wi-Fi подключил. Тверской кест. Да, сейчас я это дело исправлю. Так, момент. Ребят, думайте пока над вопросами. Потому что я сегодня же уезжаю в Питер. Это не отменяет того, что вопрос нужно написать мне в личку ВКонтакте, но так-то явно веселее. Не просто же так я ехал. Поэтому, может быть, вы что-нибудь спросите? В большинстве случаев вся моя деятельность связана с Амлабом. И, соответственно... Работает. Соответственно, все, что я сейчас снимаю, сделано в рамках... Стоять. Сейчас я его залочу. Делается в рамках Амлаба, да. Я довольно... Мне довольно много приходится снимать во время записи курсов как фотограф, как бы стейдж-фотограф. Причем курсы не обязательно мои, да. Мы недавно писали курс по свадебному макияжу. Очень крутой. С офигенным визажистом. И каждый образ мы отснимали в студии отдельно, специально, чтобы было прям все-все-все видно. Соответственно, мне приходилось много снимать. Если говорить для себя, то я снимаю вот на эту камеру некий репортаж. Я пытаюсь прокачивать в себе ощущения не этих норя. Я додаю себе отчет о том, что я довольно технического склада ума. Вы могли сами это оценить, насколько зануден я могу быть в технических мелочах. Мне хочется от этого отказаться, потому что я вижу, насколько круто у других это получается. Обращаю внимание на тоже Сережу Сараханова, на тоже Полину Твердую. Они очень творческие, наверное, не очень правильно сказать, да, но они чувствуют вот эту тонкую материю создания чего-то из ничего. Мне же нужно собрать конструктор сначала. Поэтому я пытаюсь словить моменты. И все эти моменты есть в моем Инстаграме, если вам нужно. Сейчас мы переходим в Lightroom. В руках у меня прошлый iPad, и у него есть просто Uber-фича. Если раньше вам приходилось, если у вас вдруг был iPad, как у меня, например, поменьше, открывать Lightroom, и вроде как все то же самое. Сейчас, подождите, чтобы вы не путались. Здесь он выглядит все-таки вот так. Вот здесь вот слева есть выбор того, какой раздел вы можете взять. Например, те же кривые. Это, кстати, самая крутая кривая, которую я видел в мобильном приложении. Она прям суперинтуитивная и очень похожа на то, что есть. И, как вы понимаете, эта картинка, опять же, обработана здесь на iPad. Единственное, что мы видим, что у нас тут зеленые волосы, а не те, которые нам нужны. Соответственно, можно взять тот же оттенок теней, в данном случае называется по-русски оттенок теней, и сместить баланс. И вот я покрасил тени в синий. Это очень легко скинуть с камеры вот сюда, тут же скопировать настройки, указав, что вы хотите скопировать, раскидать это по всем фоточкам в поезде с телефона или вот с этого девайса, потом это дело отрегулировать. Но раньше вы сталкивались с задачей, что типа ты одну обработал, а все остальные приходится как-то там в памяти держать или листать туда-сюда. Здесь стало немножко все проще. Вы, например, обработали одну, открыли рядом картиночку, которую вы обработали, открыли эту, да, и дальше смотрите, вот эту справа вы используете как референс, чтобы понять, что там как по цветам должно быть, а эту вы обрабатываете. Окей, понятно? Мне кажется, что это как бы сверх круто. Опять же, единственное, габариты великоваты, но это и плюс, и минус. Я думаю, что здесь понятно. Сейчас с Lightroom все понятно, потому что он такой же. Вот все, что мы делали там, все то же самое можно сделать здесь. Ничего вообще не меняется. Есть момент с Wisco. Соответственно, Wisco тоже на этой штуке можно запустить. Сейчас я открою библиотеку. Давай. У меня есть две картинки. Давайте возьмем одну, а просто импортнем еще раз. Эту же. соответственно, я могу открыть ее, и в программе, которая, по идее, не подходит для того, чтобы обрабатывать в ней свадебные фотографии, на самом деле идеально подходит для этого. Если мы откроем настроечки, вытянем экспозицию, подняем немножко контрастик, высветлим тени, не так сильно, не так сильно, как-то так. Так, поправим баланс белого в холодненький и в розовенький. Видите, уже почти похоже. Ну, типа пару движений. Но можно сделать еще круче. Не надо. Берем все ту же самую картинку и говорим, окей, я не хочу заморачиваться с цветом, но я понимаю, что высветлить ее все равно придется. Я ее высветляю, немножко контращу, чтобы она стала пообъемней, и где там тени, избавляясь от очень-очень контрастных теней с помощью вот этого инструмента. Ну, вот он, в тенях, Shadows называется. Дальше выхожу отсюда, открываю пресеты. Вот это то, о чем мы говорили, когда спрашивали про виска. Вот то же самое, условно, есть в Lightroom. Видите, список слева. Ну, кто держал мобильный телефон с виска в руках, для вас это не новость, вообще ни разу. Соответственно, я просто применяю какой-нибудь пресет, который подходит. Если я ничего не путаю, подходит вот этот. Шлеп. Классно, я обрабатываю, как свадебный фотограф в стиле Fine Art. Видите, сколько действий я сделал? Примерно одно. Дальше, ну, типа, сохранить, экспортировать. И, дорогая Настя, смотри, пару фоток с твоей свадьбы. И тем же вечером, там, по дороге домой в такси. Очень круто. Ну, то есть, вы даже за комп не должны садиться. Это просто феерия. Ну, это приложение, в смысле, применение этих всех девайсов и технических штук в профессиональной деятельности. Я уже молчу о творчестве. Вот тут, как бы, прекрасная выставка демонстрирует, что это все можно использовать, если вы хотите что-то создавать. Ну, и даже если вы создавать не хотите, просто хотите облегчить себе количество геморроя, которое на вас сваливается в виде работы. Соответственно, вот здесь, получается, они не идентичны. Но, опять же, вы можете сказать, окей, я знаю, как это докрутить, там нужно насыщенность поднять туда-сюда. Но суть остается сутью. Это очень просто делается. Есть ли у вас вопросы? А неплохо бы, чтобы они были? У кого-нибудь еще, кроме вас? Ну, давайте, конечно, я с радостью отвечу. Почему не обработать всю свадьбу в виско? Почему не обработать всю свадьбу в виско? Очень сложно замазать прыщик на руке, там, смягчить руку, вот это все. Для некой первой порции не очень крупных портретов, скажем, ну, или там, где нет лица, это идеально подходит. Создать настроение, сразу выдать некий вау-эффект. Кто слышал совочетание same day edit? В английском есть такое устоявшееся выражение. Это называется отдать, ну, сделать в тот же день. Условно, когда я в лохматом году снимал свадьбы на видео, было такое, мы весь день бегали, как угорелые, с операторами, потом брали интервью, все-все-все собирали. Когда начался банкет, мы ничего не снимали, сливали все на ноуты, тут же собирали, и прямо на банкете показывался ролик. Вот это как бы все такие, а, это же я, это же сегодня было. Это некий вау-эффект, да, с фотографиями все то же самое можно сделать. Условно, если у вас есть второй фотограф, вы подправили его на амбразуры, там, иди, вот, все, кто там гуляет, снимай, сами сидите, тут же, может быть, что-то обрабатываете. Тут же показываете. То же самое с точки зрения same day edit бывает в Штатах в неком утыренном варианте. Некоторые даже книгу печатают в тот же день. Ну, типа, жених и невеста уже такие, а, все, пора идти, там, брачная ночь спать, отдыхать или, там, у кого что. Их отводят к фотографу, он им и дает вот такую книжку, которая уже забита фотками, она уже, там, плюс-минус обработана, отлетачена. Это очень дорого стоит. Зато никакого геморроя потом. Мы вам все отдали, там, в первый же день. Ну, то есть, это очень круто, соответственно, в данном случае, может быть, вот этот девайс не даст вам возможность отдать все картинки в тот же день, но сделать какую-то минимальную порцию, обработать ее красиво и выдать, ну, качественный результат, вполне возможно. И банально в Инстаграм выложить, отметить там всех, чтобы на вас все подписались, чтобы все подумали, уау, какой он крутой и классный фотограф, что он умеет. Хотя по факту, ну, вот это все существует уже лет пять. Ну, может быть, года четыре. По крайней мере, в Wi-Fi модуле, в флешках, лет пять уже точно существует. Соответственно, мощности, чтобы обработать на девайсе, на телефоне или на планшете, тоже уже должно хватает, давно хватает. Хотя бы для Инстаграма, не говоря уже о том, что вот это можно экспортнуть в... Давайте попробуем сохранить папку камеры в исходном размере. В данном случае не очень большой размер, 1700 на 2560. Соответственно, если бы исходник был большего размера, можно было бы экспортировать больше размера. Вот с этой моей маленькой камеры картинки идут что-то там 5000 пикселей на 3. Здесь просто маленькие исходники, ну, которыми я пришла Настя. Вот, какие-то у меня длинные ответы на короткие вопросы. Кто-нибудь еще что-нибудь хочет спросить? Ребят, а то как бы 20 минут. Сколько это не экспортировать? Ну, по-моему, наше стиле, наше стиле, наше стиле. Окей, да, это две разных вещи. Это отличный вопрос. Экспортирование всегда делается под размер. Под размер, в данном случае, скорее всего, я могу предположить, что их может быть два. Первый ультрамаленький, ну, типа соцсети. В данном случае мое концептуальное предложение под соцсети выводить либо 1920 по большой стороне. Соответственно, это Full HD экран. Это не то чтобы очень маленькие картинки, но они не гигантско большие. Они будут в меру небольшими. Особенно, если вы снимаете на каком-нибудь там Nikon D800, 1920 по большой стороне это просто ничего для вас. В сравнении с тем, что получается в исходнике. Если вдруг вы понимаете, что такой гигантский размер, гигантский, 1920 вам не нужен, следующий некий порог, который я предлагаю для соцсетей, это около 1000 пикселей. 1000 пикселей по большой стороне. В Lightroom это делается... Все знают? Показать как-то, да? Не надо? Никто ничего не говорит. Ну, как хотите. Мое дело предложить. В Lightroom в экспорте... Давай, я верю в тебя. Lightroom, вернись. Пам-пам-пам. Сейчас я уберу этот кошмар. Command, Shift, E. Вот, аж тутонький. Image Resizing, Width and Height. Соответственно, здесь можно поставить 1000 и не париться. Какой вы поставите здесь resolution? В русской версии, соответственно, это разрешение. До тех пор, пока у вас вот здесь вот стоят пиксели, а не сантиметры или дюймы, неважно. Здесь может стоять любое число. Вы экспортнете... Картинка все равно получит 1000 пикселей. Это не имеет значения, вообще никакого. Соответственно, если вдруг вы выгоняете в сантиметрах или в дюймах, и указали, соответственно, здесь расстояние в сантиметрах или в дюймах, то вот здесь нужно ставить, ну, скажем, 300. Не меньше, чем 150, если вдруг у вас не получается. Окей? Если вдруг вы боитесь забыть, предлагаю либо записать, либо очень тщательно запомнить. Если сохранили фотографию для интернета, а потом решили напечатать? Вот так не очень критично. А потом решили напечатать? Нет. То есть, если ты в пикселях сохранил типа 6000 пикселей на 7000 пикселей, да какая разница? Ну, то есть, разница в интернете идет не в том, какой резолюшн я здесь ставлю, а в том, какой размер. Соответственно, печать в сантиметрах, это должны быть тысячи пикселей для маломальски пригодного размера печати, скажем, 30 на 30. Для интернета это тоже тысячи, да, но в районе одной-двух тысяч, не больше. 3000 для интернета бессмысленно выводить, а, соответственно, тысячу бессмысленно выводить для печати. И здесь нужно понимать вот это. Там еще примерно миллион нюансов есть вот с этим разделом, но вот толкут шарпнет, потому что мы с вами ничего не накладывали в виде зерна, да, но зерно накладывается в лайтруме примерно вот так. Все. Соответственно, здесь начинаются танцы с бубном из разряда «Как правильно пошарпить и нужно ли шарпить?». Тут нужно провести шесть экспериментов, чтобы вы совсем не уснули. Вот сейчас было бы страшно уронить айпад. Я что-то сделал не то, да, все-таки? Ну, в принципе, он нам больше не нужен. Подержу-ка я его в руках. Там есть примерно миллион нюансов, как можно пошарпить в зависимости от того, как вы добавили шума и пошарпили в разделе «Detail». Это крайне подробно разобрано в одном из курсов, точнее, в первом курсе по обработке свадебных фотографий. Там четыре часа, и урок про резкость занимает, наверное, минут 20 с очень быстрым проговариванием и всеми возможными вариантами, как нужно пошарпить. Если коротко, то вот здесь вот лучше шарпить не сильно в разделе «Detail», а при экспорте попробовать не шарпить вообще. Это точно защитит вас от неких косяков. Все, что идет дальше по сложности, наверное, можно посмотреть на сайте. Там уже сидя у себя дома с чаем, ну, вот как я фотографии обрабатываю, так же, наверное, удобнее учиться, чем приходить куда-то вдруг начавшейся зиме в середине марта. Есть еще вопросы? Можно ли хоть из-за стиля обрабатывать и логи звать? Безусловно. Последнее время набирает обороты такой жанр, как... Как? Сейчас я вспомню. Все, голова, конец. Lifestyle, вот. Lifestyle фотография. Очень сложно мне дать определение тому, что это за вид фотографии такой. Ну, типа, снимаю все, что вижу. Но няшно. Вот так. Типа, на открытой диафрагме, вот мой бутерброд. Но, ну, как бы, не просто бутерброд с колбасой, а красивый бутерброд на красивом хлебе, скатерть обязательно льняная, чтобы текстурка была, вот там, ножик вот с намазанным маслом. Не дай бог ты, как бы, смазал некрасиво. Это Lifestyle фотография. А? Не, не обязательно. Как раз Lifestyle обычно так под 45 снимается. Ну, всякое разное бывает. Или там, а это мой велосипед, и там, знаете, ручка в фокусе, все остальное такое в боке ушло. Часто обрабатывают под пленку. Ну, типа, я вот, ну, Lifestyle фотограф. На самом деле, это, конечно, шутка, и Lifestyle фотографы, ну, это тоже отдельное направление того, как можно смотреть на мир, какие детали можно замечать, и как их можно преподносить другим людям. Коммерческого успеха, конечно, у этого не очень много, но, там, эстетическое удовольствие какое-то оставлять людям вполне можно. Ну, вам ничто не мешает любую другую фотографию. Ну, то есть, вместо невесты и жениха взять только девушку в таком платье и примерно так ее поснимать, это будет, ну, просто одна девушка без мужчины. И все то же самое, тоже пайн-арт. Есть еще вопросы? Да. Какой статус у вас? Прошу прощения. Статус у вас, пожалуйста, уйти. По имени меня Александр Амбалов. Если вам проще, то ID-шник 503. Ну, или, соответственно, Амбалов Александр. Там сейчас страшная такая аватарка стоит. Надо поменять. Но никак что-то не хватает ни сил, ни времени, ни фотографа нет. Да, может, не надо грузить. Вот такой вот адрес. А выгляжу я как примерно вот этот мальчик. На самом деле, если вам интересно, то намного более продуктивно будет посмотреть вот этот сайт, который сегодня уже вспоминался. Он как раз посвящен обучению. И здесь есть довольно много всего, что касается обработки фотографий и фотографий в целом. И если мы заглянем в трек по обработке. Amlab.me Amlab.me Здесь примерно 18 часов с половиной про обработку. И на следующей неделе выйдет еще 4. Про свадебную обработку. А после этого появится более подробная версия про Fine Art. Вот как раз эти ребята. И там очень подробно есть и про резкость, и про всякие технические нюансы, про которые очень скучно рассказывать в таком режиме. Но это важные технические моменты. Ну а если кому-то просто непонятно, что такое Lightroom и как с ним быть. Вот тут есть всего 11 с половиной часов краткого руководства. Что с этим делать? Очень сжатого. Ну да, там можно больше рассказывать. Мне приходилось себя останавливать. Александр, это может быть все не в открытом доступе. Но знаете, посмотрите, или нет? Да, да, да. Это... В открытом доступе? Оно не совсем в открытом доступе. Здесь есть и бесплатные уроки, и бесплатные курсы. Ну там, если мы возьмем, например, ту же обработку. Сейчас такая жесткая реклама началась. Меня... Вы сами потянули меня за язык. На этом интернете не очень быстро грузится, поэтому я с удовольствием отвечу на какой-нибудь еще вопрос. Какой вопрос у нас занимается для обработки? Это был Hyperblast, то ли первый, то ли второй. HB1. Эмпирическим путем мной найденный. Так. Если зайти здесь в уроки, то здесь есть что-то бесплатное, можно посмотреть. Соответственно, здесь есть и что такое пленка, где как раз максимально подробно рассказаны основные идеи. Ну а дальше идут платные уроки, потому что они с домашкой, которую я тщательно проверяю. Соответственно, это стоит немножко денег. Но, честно признаюсь, я пытался посчитать, насколько много это денег стоит, потому что доступ к сайту дается ко всему сайту. Ну то есть, если вы выбираете фотографию, то ко всем курсам по фотографии на определенное время. Если вам знакомо, что такое подписка, то, соответственно, это в течение года вы можете смотреть все, что здесь есть и все, что выйдет за десяточку. Внимательно, давайте. Первый вопрос. Если бы выросли, что выросли именно потом, то... Был бы мертв. Сейчас я положу вот эту дорогую штуку на пол, чтобы мне еще с ней работать. Хороший вопрос, потому что в свое время я попробовал себя практически во всех жанрах, и, как вы видите, я больше не снимаю. Я довольно долго снимал репортаж, ну и спортивные репортажи, и, прости господи, клубные репортажи, это прям очень давно было. Разного вида и мероприятия, и все-все-все. Потом я снимал свадьбы, собственно, этот опыт у меня где-то там в коре головного мозга тоже есть. Бесчисленное множество просто фотосессий было сделано. Мне больше всего доставляет удовольствие общение. Ну, то есть, мне иногда даже сами фотографии обрабатывать не хочется. Весь кайф происходит от взаимодействия какой-то химии, которая происходит на самой фотосессии. Поэтому, мне кажется, если вдруг меня поставят перед выбором, мне просто будет достаточно снимать. Что именно не очень важно. Ну, то есть, какой жанр фотографии это будет. Потому что в каждом жанре найти нечто крутое. Если гримопредметки, то это феерически... Ну, казалось бы, что там у тебя лежит кольцо, да, и ты должен его как-то снять. Я делал серию фотографий для ювелирного завода. Такую феерию боли я никогда не испытывал, но это очень круто. То есть, мне, опять же, с моим желанием разобраться на детали это очень нравится. Когда передо мной классный парень или красивая девушка, другие трудности перед вами встают. Когда у тебя есть, не знаю, час, и тебе нужно сделать репортаж, что здесь происходит, это третьи трудности. Их все интересно решать. Интересно ли решать их мне сейчас? В целом, да, но времени не хватает тотально. Ну, то есть, прям совсем. Потому что все уходит в этот чудесный проект. Примерно 7 дней в неделю. Надеюсь, я ответил на вопрос. По всей виду, я просто съехал с ответа. Да-да-да. Здесь интересная история. Если мы зайдем в топы российской свадебной фотографии на мою идею, там этого не будет. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, долго ли хватит вот этого, я чуть не уверен, что оно пока там окажется. Может быть, пройдет еще какое-то время, когда люди научат это снимать. Потому что хороших файн-арт фотографов, прям файн-арт фотографов, я, по-моему, назвал всех русскоязычных, которых я знаю. Два. Если их будет, ну, типа, вдруг 100 или хотя бы, не знаю, человек 300, ну, безусловно, разного уровня, тогда можно будет говорить о том, что есть тренд и так далее. В узких кругах это круто, да. Мне субъективно очень нравится вот это, потому что весь репортажный, контрастный вид фотографий, который сейчас есть, он там так субъективно задержался, на мой взгляд. Но при этом это не умаляет его крутости, потому что там та же работа с искусственным светом, это, ну, очень сложно, да. Файн-арт, казалось бы, ну, технически файн-арт очень просто. И просто берешь камеру побольше, чтобы спрятаться. Меня сейчас закидают все файн-арт фотографы, которые потом это будут смотреть и слушать, но идея очень простая. Здесь очень простые композиции. Они почти все центральные, вы это видели, да. Они все, все фотографии очень похожи друг на друга. Все, что тебе нужно, это хороший стилист. А дальше, ну, как бы, клац, клац, клац. Не забывай пересвечивать, клац, клац, клац. А если на пленку, то и обрабатывать не нужно. Поэтому есть ощущение, что это просто некая ниша, которая не заняла всю фотографию свадебную. Ну, начался он в 70-х. Я думаю, что еще, может, лет 40-50 точно будет. Вряд ли он уйдет в небытие совсем. Может быть, я что-то не показал, не рассказал. Вас волнует какой-нибудь вопрос, а вы стесняетесь спросить. Сейчас самое время. Или что-нибудь сказать. Используется, конечно. Особенно, когда, например, кому-нибудь забыли сделать макияж, и лицо слишком красное у одного из них. Нюансы бывают. Здесь сейчас я это не показывал, но если посмотреть финальные варианты... Давайте... Так, сейчас мне нужна история. Если я ничего не путаю... Так, где? Скорее всего... Ну, вот тут что-то есть. Вот. Просто сейчас я это не использовал. Субъективно, потому что, может быть, просто не увидел из-за фонарей, которые слепят мне в глаза. Так себе условия для очень хорошей цветокоррекции, но, опять же, в целом идея должна быть ясна. Если мы посмотрим, что вообще изменяется здесь... Ну, что-то не очень сильно. Но, вероятно, там, где я обычно цветкорю и все настроено, там это видно. Здесь это... Не очень видно. Скорее всего, это не важно. Если я научусь игнорировать такие вещи, я буду экономить времени еще больше. Пока я, к сожалению, это вижу. Может быть, когда-нибудь перестану.